всем привет привет нам сегодня задали очень интересный вопрос и мы хотели бы на него сделать небольшое видео для того чтобы его разъяснить вопрос звучал таким образом можно ли купить старую недвижимость какой-то дом подгулявший и сделать в нем ремонт самому никого не нанимая для того чтобы продать и заработать деньги на фоне этого мы решили как бы объяснить как в принципе здесь люди зарабатывают деньги на недвижимости на сегодняшний день с учетом роста цен и других факторов это самый прибыльный вид бизнеса в канаде потому что ни один сток ни один маркет не даст столько процентов сколько дает на сегодняшний день недвижимость поэтому мы решили немножко как бы рассказать разницу в этом во-первых люди зарабатывают на покупке недвижимости которая еще не построилась как это происходит это называется здесь про construction вот так выравнивают землю и тут будет выстраивается жилой комплекс до того как дом строится у вас есть возможность его купить здесь скажем так два совершенно разных направления когда вы покупаете дом про construction и когда вы покупаете квартиру про construction это совершенно разные направления во-первых дом стоит дороже конечно же но и цена на него может вырасти намного больше чем она растет на квартиру и в данном случае вам надо покупать непосредственно у строителя потому что они как правило не работают с агентами и с компаниями и они продают как это происходит они делают рекламу они рассылают это все они рекламируют там во всех возможных средствах массовой информации и объявляют день когда вы можете прийти и купить это все дело очереди как правило есть то есть вы не можете просто прийти многие люди мы знаем что на некоторых проектах даже продавали свои места для того чтобы попасть в эту очередь но как правило хорошие проекты в хороших местах могут продаться даже в течение одного дня то есть вот все люди которые пришли все купили что значит купили для этого вы подписываете просто документы о том что это как бы ваше намерение купить этот это этот дом то есть вы не платите еще особо никаких денег кроме down payment что такое down payment down payment это средство которое вам надо будет в течение определенного срока заплатить как предоплату эти деньги будут идти как предоплата на ваш будущий моргидж в среднем это до 20 процентов для иностранных ли для лиц иностранцев скажем так это 30 в среднем 35 процентов может быть и 50 потому что у нас были случаи когда я 50 нам надо было платить и они как правило разбивают этот течение следующих там двух-трех лет стройка в среднем может длиться до пяти лет вы подписываете договор о том что вы покупаете этот дом за определенную сумму вы таким образом резервируете эту сумму за собой за этот дом то есть все вы его купили за эту сумму и потом вам надо будет взять уже моргидж на непосредственно на цену эту что это значит допустим если вы покупаете дом на сегодняшний день грубо говоря за 1 миллион вам надо будет выплатить до 20 процентов в течение следующих двух лет грубо говоря у каждого девелопера у каждого строителя совершенно разные условия это могут быть совершенно разные как бы периоды выплаты но в среднем это берем грубо говоря два года за эти два года этот дом уже во первых начинает строиться и там у него есть определенные фазы до трех фаз есть когда они эти дома в принципе если это не сильно ходовой проект он может до продаваться на этих фазах они могут строить непосредственный sales центр куда вы можете прийти и докупить если что-то у них осталось так вот как только как только у вас вам удается купить дом грубо говоря на первом этапе когда она еще не доступна широкой публике только сказать рекламы и на этапе рекламы это собрались его строить вот этот дом грубо говоря вы купили как мы говорим за 1 миллион когда он доходит до фазы 1 цена уже может быть миллион двести он не построен потому что как правило начинают строить на 2 3 фазе как правило опять таки у каждого билдера совершенно другие разные условия это не значит что все там резко на этой фазе начинается не то что это правило такое у каждого свои 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 таймлайн свои свой план постройки поэтому это не значит и вот принципе чтобы вы понимали до момента когда этот дом построится цена на него может быть уже миллион шестьсот миллион семьсот поэтому люди как правило они покупают эти дома для того чтобы продать еще до того момента как дом уже построился ему надо брать моргидж потому что на момент когда он построился ему надо идти в банке брать моргидж на тот миллион за который он купил и closing cost это называется это деньги которые надо будет заплатить непосредственно на момент закрытия там достаточно кругленькая сумма потому что она состоит из многих компонентов мы сейчас об этом не будем говорить но closing cost достаточно ну как бы достаточно дорогой и многие люди они пытаются скинуть эту property продать ее где-то за три-четыре месяца до момента закрытия в среднем за полгода начинают продавать и зарабатывают при этом как вы понимаете до 400 500 тысяч вообще закрытыми глазами в зависимости от проекта это может быть и 50 тысяч это может быть и 200 тысяч зависимости от популярности проекта района в котором находится проект от самого проекта потому что там есть дома есть таунхаузы есть квартиры все это играет свою роль дома как правило растут больше всего но мы сейчас берем цифры обобщенно чтобы вы понимали то есть покупая дом такой ценовой категории и вложив всего до 20 процентов то есть это 200 тысяч вы вкладываете вы можете заработать достаточно кругленькую сумму с квартирами история приблизительно такая же кроме случая что цены так сильно не растут на квартиры пока еще поэтому квартира грубо говоря если вы смогли купить про construction квартиру за 300 грубо говоря тысяч то до момента постройки она спокойно может стоить уже 400 или 450 то есть вы тоже зарабатываете но не так много но там вы меньше вкладываете вы мне меньше платить да то есть ваш down payment соответственно будет всего лишь 60 70 тысяч они 200 поэтому это один из вариантов зарабатывания денег это очень популярно здесь очень поэтому property здесь ну как бы недвижимость разграничивается на primary там где вы живете и на investment и как бы primary residency она у вас обязательно стоит вашем driver license это как government отслеживает вашу primary residency если у вас 5 домов то только одна из них может быть primary residency почему это важно это важно для налоговой системы для многих других моментов при продаже дома но опять таки сегодня мы этот момент не затрагиваем это был номер один зарабатывание денег номер два но нужно понимать что вот я хочу к этому добавить что мы сейчас опять же мы говорим о торонто и регионах близлежащих потому что допустим в том же монреале и квебеке так цены не растут и поэтому все вот она вся эта схема работает но не с такими допустим разрывами не с такими большими суммами не с такими заработками там где-то может быть в калгаре другая ситуация но суть похожая только цены могут они да то есть не важно даже если вы 20-30 тысяч зарабатываете все равно это заработок недвижимость растет растет очень хорошо в канаде и второй момент зарабатывания на недвижимости это пассивный заработок скажем так то есть вы купили дом для себя допустим для своей жить для того чтобы вы в нем жили вы прожили в нем три-четыре-пять лет он за это время вырос цене вы его продали вы заработали у нас это называется appreciation это процент на который растет в среднем стоимость недвижимости в год и она достаточно высокая на сегодняшний день в нашей детей и и это будем говорить 30 40 50 процентов зависимости от района то есть чтобы в год в год раньше такого не было раньше было это последние до пару лет раньше было 57 процентов поэтому это может звучать дико но купив дом и прожив в нем грубо говоря за 500 тысяч если вы успели купить дом вы спокойно можете его продать на сегодняшний день за 800 900 а то миллион опять таки в зависимости от района мы сейчас просто говорим о том способом зарабатывания но опять таки когда вы продаете этот дом вы должны понимать что в этой же эре и также дом вырос а вам надо куда-то переезжать поэтому как правило сейчас миграция происходит на север люди начали переезжать в дома и вот за последние пять лет очень сильно развились развились да такие города как new market berry и бредфорд на севере у них полноценные новые плазы всякие все что хотите для жизни все то что есть и в других городах но и соответственно уровень цен вырос тоже таким образом хочу немножко объяснить как происходит это такое движение допустим вы купили дом допустим даже не при конструкции на дом уже готовый это называется риса и допустим он стоил вам 400 тысяч или 500 тысяч возьмем 500 тысяч вы купили дом или там house скажем так причем хиля но это невозможно так как и таких цен нету но допустим через пять лет вы увидели что ваш дом в вашем районе все цены прыгнули на 50 процентов выросли уже там допустим за последние пять лет и вы продаете свой дом грубо говоря за миллион и покупаете себе дом где-то в немаркете или бредфорте за те же допустим 500 тысяч то есть у вас за пять лет просто так вот навар получается на том что вы жили вы жили в своем доме вы ничего особо в нем не делали может какие-то мелкие ремонты и что такое но ничего особо в него не вкладывали но вот просто сам по себе он уже вырос и вы заработали 500 тысяч то есть многие люди так делали что это дает вы берете моргидж вы берете кредит в банке на этот дом то есть этот дом 500 тысяч не ваши даже деньги это день этот дом еще технический дом банка то есть вы выплатили пускай за эти пять лет вы выплатили грубо говоря какую-то сумму пусть это даже будет до 100 тысяч вы так вот старались молодец такой вы выплатили все это но вы все еще банку должны 400 тысяч поэтому что вы Вы продаете этот дом, вы получаете за него, пускай, неважно, 800-900 миллион, вы выплачиваете остаток, который вы должны банку, а остальные деньги – это ваш чистый заработок. И многие люди за этот остаток покупали себе новые дома чуть-чуть севернее. То есть они живут сейчас mortgage-free, это называется. У них нет кредита на дом, ничего. Но дома точно так же, даже в той же эре, продолжают расти. На сегодняшний день цены в Брэдфурде не ниже, чем цены в Ричмон-Хилл в определенных районах. Поэтому такая тенденция. Мы говорим то, что есть, мы ничего не приукрашиваем. Вот так происходит такая миграция на север. То есть люди продают то, что подороже, и покупают то, что подешевле. И вот так вот это движение происходит. Государство, в свою очередь, поддерживает эту миграцию, строит дополнительные развязки, строит дополнительные хайвеи, устанавливает гоу-стейшн, с которой легко вас, либо электрички, или автобусы скоростные, которые быстро вас довозят в даунтаун Торонто или в другие населенные пункты с определенными остановками, очень быстро, очень дешево и очень удобно. Поэтому это все очень поддерживается на уровне, как бы, говермента. Ну и плюс в этом тоже, что очень много строится новых районов, допустим, чем севернее, тем новее районы, тем шире дороги, меньше проблем с трафиком. Хорошие школы тоже. Ну все это, оно накладывает отпечаток более, скажем так, природы больше там. И, ну, как бы, комфортнее жизни, скажем так. Вот у нас знакомый переехал, они жили в Ричмонд-Хилле, они сейчас переехали к озеру близко. Он говорит, что он выходит гулять вдоль озера, хотя он работает в самом даунтауне Торонто. То есть он на этом гоу-стейшн ездит полтора или час в одну сторону, в другую сторону. Но при этом он приезжает домой, он спокойно выходит из дома, гуляет там с собакой, не знаю, там или с ребенком вдоль озера. И это очень умиротворяет и такой вот образ жизни. Да. Это был пункт номер два. Это такая, как бы, естественная... Естественный заработок. Пассивный, да, который вы особо не прикладываете к этому никаких усилий. Тут стоит еще чуть-чуть отметить, что многие люди, у них иногда получалось взять один дом и второй взять и поселить туда тенантов. Так вот эти люди, когда они продают этот дом, они могут выплатить свои оба. Это тоже как их пассивный, грубо говоря, заработок, который работает точно по такой же схеме. Еще одна схемка, которую тоже нужно отметить, что вы можете, очень популярна эта схема. Вы покупаете дом, допустим, дом с бейсментом, вокаут бейсмент или просто бейсмент, где есть отдельный вход. И вы этот бейсмент рентуете как бы отдельной семье или людям или кому-то. И таким образом люди могут достаточно большую часть вашего моргича вам выплачивать. Эта схема, почему она очень популярна, потому что сейчас дома по миллиону и выше. Раньше дома можно было купить за 400-500 тысяч, даже в том же Ричмунхилл. И большинство из них, вот в Ричмунхилле большинство домов с вокаут бейсментами или бейсментами с отдельным входом. То есть это такое подвальное или полуподвальное помещение. Иногда оно с большими окнами с другой стороны, иногда с маленькими. Да, то есть совершенно разные у людей есть условия бейсмента. Но что оно дает вам? Цены на рент бейсмента приблизительно на сегодняшний день от 900 до 1500. В зависимости от бейсмента и от района. И очень у многих людей моргич на такую же сумму. То есть по большому счету человек, который живет в бейсменте, оплачивает моргич за весь дом. И человек, который живет наверху, он живет совершенно бесплатно. Ну, у него есть, конечно, какие-то расходы. Ему надо платить property tax, ему надо там ремонтировать что-то периодически. То есть расходы в любом случае у него есть. Но ему квартиросъемщик полностью практически или пусть там в какой-то большом проценте оплачивает рент жилья. И последний, очень интересный для русскоязычного населения способ зарабатывания денег, это, как мы называем его здесь, flip property. Что это значит? На нашем суржике мы это говорим флипнуть. Что это значит? Это когда люди покупают дома по заниженной стоимости, потому что они старые или в ужасном состоянии, или просто они дешевле, чем очень хорошие дома в той же эре. И что они делают? Они либо вкладывают, тут два варианта, либо у них есть свой кэш, который им надо куда-то вложить. То есть ты в банк не придешь и не принесешь 100 тысяч и не скажешь, что вот я тут левой ногой заработал, положите мне на счет. И они ничего вам не дадут, они будут там просто лежать мертвым грузом. Там будет какой-то очень маленький процент. Они этот кэш вкладывают в строй материалы и полностью делают ремонт, или там частично, или полностью, или неважно, каким-то любым другим образом. Они улучшают состояние дома. То есть многие ремонтируют его топ-ту-ботом, как называется. От потолка, да, до стен, и вообще делают полностью и снаружи, и все. То есть люди, в зависимости от того, сколько есть у вас денег. Что это дает? Сейчас мы затронем немножко позже. Другой способ, это когда люди покупают точно такой же старый дом, но у них нет кэша, и они, но у них есть способности, у них есть золотые руки, как называется. Они сами могут делать небольшие ремонты. То есть ты как бы и живешь в этом доме, и в свободное время ты его все время улучшаешь. Улучшаешь существенно. Не просто там покрасить пол стенки, а улучшаешь поменять кухню, поменять полы, там что-то достроить, что-то перестроить, что-то поменять, что-то. Вот какие-то очень существенные улучшения. Допустим, закончить бейсмент. Да, многие дома продаются с незаконченным бейсментом. То есть положить стены на него, там, грубо говоря, кинуть еще одну кухню и сделать его финиш, как называется. Что это дает? Это огромный кусок заработка. Я сейчас вам на цифрах расскажу, реальных цифрах, которые мы делали нашим клиентам. И чтобы вы понимали, как можно заработать на этом. Мы, допустим, покупаем дом за 460 тысяч. И человек делает... Это его основной вид заработка. Это то, чем он зарабатывает себе на жизнь. Бизнес у него такой. Он... У него свой, правда, архитектор, ну, то есть с которыми он сотрудничает, он помогает ему перепланировку сделать, он помогает ему многие моменты порешать. И он полностью перестраивает этот дом. Полностью. Стены, пол, потолок. Вообще все-все-все-все. Снаружи, внутри, гараж. Достраивает дек, ложит ландскейпинг, там, травку сеет, деревья сажает. Делает совершенно вообще бренд-нью дом. Лялечку. Лялечку, да. Этот дом мы выставляем. Он покупает это все дело в апреле. В мае закрывается сделка. Он непосредственно начинает вкладывать деньги. И мы выставляем осенью на продажу этот дом за 800 тысяч. 799. Спустя неделю этот дом продается за 1.2 millions. То есть это миллион и 200 тысяч. Как вы понимаете, вложено было в среднем 200-250 тысяч. Это максимум, потому что он практически все делал своими руками. И у него там может был человек или два помощника. То есть люди такого плана, почему это удобнее? Потому что они покупают только материалы и вкладывают, конечно же, свое время, которое они могли бы где-то работать. Но таким образом вы можете посчитать сами. При стоимости в 460 тысяч, которые он взял, моргидж, и вложив всего туда 250 тысяч дополнительных денег, которые он заработал с предыдущего дома. Мы с разницей, грубо говоря, пусть мы будем считать 500-700 тысяч, это было вложено в этот дом. Он продался за 1.2 миллиона со всякими расходами, услугами юриста, реал-эстейт. И все, пусть это будет 450 тысяч чистых заработанных денег. Что он делает дальше? Он покупает... Конечно, дома выросли уже в эре, и следующий дом мы покупаем ему за 700 тысяч, он точно так же сейчас занимается ремонтом. И вот в конце апреля мы выставляем его на продажу уже совершенно другие деньги, до 2 миллионов. И очень много... Это я вам по цифрам, чтобы вам было легче понять. И это не заоблачные цифры, это реальные цифры. У нас очень много таких случаев, опять-таки, вы должны понимать, это человека основной вид заработка. Но многие люди, мы знаем очень многих русскоязычных ребят, у которых тоже золотые руки, они все это сами себе делают, там устанавливают все. И это очень сильно повышает стоимость дома. Поэтому люди, работая на основной работе и получая обычную зарплату, они также улучшают свой дом. И тогда вам не надо, как бы, там копить даунпеймент какой-то или еще что-то. Вам достаточно будет продать дом, и у вас будет достаточно для того, чтобы потом куда-то въехать. Что это, в принципе, дает, когда ты сам делаешь? Это значительно уменьшает затраты, потому что здесь дорого не материалы, а именно труд человека. Материалы тоже не дешевле. Материалы тоже, конечно, это в зависимости от того, какие вы выбираете, подешевле, получше, лакшери есть и все остальное. Но, грубо говоря, мы, допустим, ничего не умеем делать руками. И если бы мы, допустим, взяли этого человека, который уложил всего апту 250 тысяч до 250 тысяч в этот дом, о котором я только что рассказывала, если бы мы его наняли, и он нам точно такой же ремонт делал, нам бы это обошлось до 600 тысяч. Или минимум дабл бы мы заплатили. Да, минимум дабл, это вообще с закрытыми глазами, плюс таксы, шмаксы и все остальное. Потому что работа рабочего человека на таких профессиях, она очень дорого стоит здесь. И вот ребята, которые занимаются ремонтами и всем остальным, они очень хорошо, это очень хорошо оплачивает. Да, если у вас хорошие клиенты, во-первых, это один из способов заработать деньги здесь в Канаде. И вот второй способ, что труд здесь очень сильно ценится. Поэтому, когда вы вкладываете даже в свою или купите там один-два домика и будете в нем делать ремонт, то это очень сильно оплачивается и тоже доходы достаточно хорошие. Стоит отметить, что в случае, если вы все ремонтные работы проводите сами, зачастую вам надо будет нанять какого-то, грубо говоря, электрика или пламера, сантехника или других людей, у которых есть лицензия для того, чтобы они проверили качество ваших работ и дали заключение, что нормы не нарушены. Но это что касается только электрики или сантехники и таких ответственных моментов. Лицензированных видов деятельности. Потому что, по идее, вы не имеете права это делать сами, но если вы даже сделали сами, то должен прийти кто-то с лицензией, чтобы это проверил, что все вы сделали правильно. И тогда у страховой не будет претензий к вам, тогда все будет легально и нормально. Да, и также одно исключение может быть в случае, вот мы говорим про старые дома, когда люди покупают их, они начинают их ремонтировать. Старые дома мы имеем в виду просто обычный дом, просто он уже чуть-чуть подгулявший, скажем так. Да, но здесь есть один вид домов, которые называются century houses. Это дома 100-летней давности и более. Они предоставляют собой культурное наследие. Не все, но некоторые из них могут предоставлять собой культурное наследие Канады, Антарио. Поэтому вам надо быть очень аккуратными, для этого вам надо специалист, который вам поможет в этих вопросах разобраться. Потому что есть ограничения по этим домам, допустим, по этим heritage, так они называются, культурное наследие. По-нашему, это вы не, как правило, вы не имеете права делать ничего с фасадом там переделывать. И возможно, даже внутри вы можете, не будете иметь право что-то сделать. Поэтому эти моменты нужно уточнять. Все эти ограничения надо обязательно узнавать. Потому что, допустим, если вы покупаете обычный дом, мы своими глазами видели, как люди с обычного дома, который стоял, оставили одну стенку и достроили просто совершенно новый дом. В этом случае мне надо получать дополнительные building permits на постройку нового дома, потому что технически они переделали тот, который был, несмотря на то, что они всего лишь оставили одну стену от него. И получился совершенно классный, вообще современный дом со старого домика, который там стоял. На это тоже нужно получать разрешение, но оно отличается от разрешения, допустим, чтобы снести дом и построить новый. Поэтому вот эти все нюансы нужно уточнять. Желательно иметь, допустим, риэлтора, кто специализируется, или вы можете сами, в принципе, пойти в тауншип или где это город, которому этот дом принадлежит, и там заплатить какую-то небольшую сумму и узнать все эти нюансы перед покупкой. Потому что, ну, очень плохо купить, а потом разбираться уже, правильно? Да, и потом надо будет скидывать. Так что ограничения есть, но в общем это выглядит вот так вот, как мы рассказали. Плюс в том, что вы можете купить даже heritage, вот этот исторический дом, и владеть им, и жить в нем, и радоваться от того, что, допустим, он там имеет эту историческую какую-то ценность. Но просто нужно понимать, что вы будете ограничены в его переделке в каких-то моментах. Допустим, мы видели один Century House, отремонтированный в нашем городке, отремонтирован он был просто великолепно. Вообще настолько сохранена вот эта, как они называют, характер есть в доме, но он абсолютно новая кухонька красивая, новые полы, потолочки, все-все-все сделано просто вообще очень-очень суперово. Поэтому вам просто это надо все эти моменты уточнять. Так что это основные способы зарабатывания денег в Канаде на недвижимости, и они достаточно реальные. И если вам вдруг что-то непонятно, потому что иногда мы о чем-то рассказываем, для нас оно очевидно, а для вас оно может не всегда иметь смысл, поэтому вы задавайте вопросы, и мы с удовольствием вам ответим. Так что всего хорошего. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»